Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 300 000 запчастей по отличным честным ценам, а на складе компании «МотоСтронг» десятки мотоциклов, привезённых из Европы. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется. Мы продаём мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Сегодня мы разберём свежий двигатель для автомобилей Chrysler и не только. Итак, встречаем 2,4-литровый ED3. Этот двигатель, а также моторы объёмом 1,8 и 2,0 на четыре цилиндра были разработаны к 2006 году большим альянсом, в который вошли компании Chrysler, Mitsubishi и Hyundai. Основные инженерные работы велись корейскими специалистами, но каждый производитель мог вносить нужные для него изменения. К 2009 году глобальный моторный альянс распался, но моторы с названными ранее рабочими объёмами остались у компании Chrysler, Mitsubishi и Hyundai. Сегодня мы будем рассказывать о двигателе объёмом 2,4 Chrysler ED3. Этот двигатель достался модели Sebring, Dodge Avenger. Далее его ставили на Kaliber, Johnny и Chrysler 200. Именно этот двигатель трудится под капотами Jeep Compass и Patriot, а также он достался автомобилям клоном Fiat Freemont и Lancia Flavia. Этот же двигатель на автомобилях Mitsubishi обозначается 4B12, на автомобилях Hyundai и Kia, G4KE и G4KC. Все эти моторы собирались на разных заводах. Этот двигатель создан на основе легкосплавного блока с чугунными гильзами в приводе ГРМ-цепь на каждом из распредвалов по фазовращателю. Дополнительная цепь приводит модуль маслонасоса и балансирных валов. Существует модификация этого мотора EDG под более строгие экологические нормы. Отличается наличием системы вторичного воздуха с насосом для продувки катализатора для ускоренного прогрева. В этой версии другой впускной коллектор и немного отличается ГБЦ. Этот двигатель имеет приличную надежность и при нормальном обслуживании не грозит дорогим ремонтом и многочисленными неисправностями. Сегодня в ходе нашего обзора мы расскажем о слабых местах, о которых нужно знать владельцу. Кстати, многие болячки и слабые места были устранены в ходе отзывных кампаний. Об этом надо знать, потому что не факт, что в автомобиле, который попался именно вам, они устранены. Одна из особенностей американского автомобиля и американского двигателя в целом – это недоступность некоторых запчастей по оригиналу и по заменителям. Например, топливный насос Dodge и Chrysler служит примерно 8-10 лет. Но когда он выходит из строя, то оказывается, что новый либо не купить, либо он стоит тысячу долларов и надо ждать месяц. Также можно подобрать топливный насос от автомобилей Hyundai и Kia, а также топливный фильтр и электромотор отдельно. Оригинальный топливный насос производит компания Denso. В нем находится фильтр тонкой очистки и регулятор, который ограничивает давление топлива на уровне 4 бар. Датчик коленвала двигателя ED3 меняли по гарантии, так как из-за некачественного разъема в нем появлялась коррозия, и это приводило к отказу датчика. Мотор не заводился. Эта проблема касается всех двигателей ED3, которые были выпущены в 2016 году. Верхний патрубок системы охлаждения имеет пластиковый соединительный тройник. С возрастом он трескается и появляется течь антифриза, и это грозит мотору перегревом. По оригиналу этот тройник отдельно не продается, а продается отдельно с патрубком. Стоит невменяемых денег более 100 долларов. Поэтому зачастую приходится искать этот тройник по неоригиналу или же на разборках. Но умельцы нашли подходящий тройник у системы охлаждения «Газели» и также подходит тройник от некоторых моторов VAC, но там диаметр чуть меньше. Чугунный выпускной коллектор с годами эксплуатации лопается посередине между каналами второго и третьего цилиндров. Эту неприятность можно учуять. Будет пахнуть отработавшими газами в салоне. Также нередко лопается гофро приемной трубы глушителя. Вместе с этим появляются ошибки по низкой эффективности катализатора. Умелый сварщик сможет заварить эту трещину, но если не получится, то придется покупать целый выпускной коллектор с более свежего двигателя. Дроссельная заслонка двигателя объемом 2.4 Dodge Chrysler пользуется устойчивым спросом на разборках. У нас, например, все проданы, а покупают их для замены, так как в приводе изнашиваются зубья пластиковой шестерни. Также изнашиваются зубья ответной планки, которая приводит саму заслонку. В итоге дроссель перестает нормально закрываться, то есть занимает неправильное положение относительно требуемого. Тогда ЭБУ бьет тревогу, мотор впадает в аварию и автомобиль еле разгоняется более 20 км в час. Тогда заслонку надо менять на новую либо БУ. Новая стоит 200 долларов под заказ, но и не оригинала по 100 долларов уже хватает. Датчик давления масла тоже меняли по отзывной компании, так как со временем через его разъем начинало сочиться масло. Появлялась соответствующая ошибка по датчику. Эта проблема коснулась моторов 2013 и 2014 модельных годов. На клапанной крышке установлен простенький клапан системы вентиляции картерных газов. Оригинал от Chrysler стоит 30 долларов. Его стоит менять каждые 60-80 тысяч километров, потому что дольше он не служит. Через шланг, которым соединён клапан ВКГ со впускным коллектором, картерные газы отправляются во впуск. А с другой стороны клапанной крышки есть ещё один шланг, по которому воздух из короба воздушного фильтра, то есть свежий воздух, попадает в картер. Таким образом картер и вентилируется. Если клапан ВКГ заклинил в закрытом положении, то двигатель будет высасывать газы и пары масла через вентиляционный шланг. О таком пути газов говорит замасливание воздушного фильтра и дроссельной заслонки. А если клапан заклинил в открытом положении, то в картере значительно увеличится разрежение, что приведёт к появлению расхода масла. Ну а если закупорится клапан ВКГ и вентиляционный шланг, например, влага замёрзнет в мороз, то тогда картерные газы быстро выдавят все сальники. В общем, не забываем вовремя менять или хотя бы чистить клапан ВКГ. Во впускном коллекторе двигателя Chrysler 2.4, а также у двух его меньших собратьев, есть заслонки. Но на некоторых модификациях, например, на автомобилях Fiat Freemont и на машинах с МКПП, заслонок нет. По умолчанию заслонки прикрыты, то есть уменьшают сечение каналов для ускорения потоков воздуха, а при полностью открытом дросселе и когда скорость работы двигателя достигает 4000 оборотов, заслонки открывают. Ось заслонок приводится одним электромотором, а положение фиксирует потенциометр. Со временем заслонки могут заклинить, и это произойдёт из-за загрязнения подшипников вала моторчика. Соответственно появится ошибка по некорректному положению заслонок, а также ЭБУ может зафиксировать обрыв цепи, потенциометра и электромоторчика. Этот шаговый электромотор детализируется отдельно. Стоит по оригиналу $330. Есть ещё заменитель за $200. Цены негуманные. Если просто наблюдается заклинивание, то моторчик можно разобрать, чтобы почистить его и смазать подшипник. Если изношены дорожки потенциометра, то тогда можно попробовать один из способов восстановления графитового слоя. Но прямо сейчас в разборе этого мотора нам поможет Александр. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку! Двигатель Chrysler объёмом 2.4 оснащён одним либо двумя термостатами. Всё зависит от года выпуска. На ранних, как правило, установлен один термостат. Термостаты посредственного качества, а на автомобилях, выпущенных до 2010 года, вернее на моторах, были бракованы, то есть не открывались и двигатели страдали от перегрева. Пластиковый корпус термостата редко вызывает проблемы, а вот провод, как датчику температуры охлаждающей жидкости, может перетереться. Эта проблема характерна для моторов, которые выпущены до весны 2012 года. Проводку перетирает трубка от вакуумного усилителя тормозов, в которую буквально упирается разъём датчика температуры. По сервисной компании меняли вакуумную трубку. Сняли клапанную крышку, и здесь всё в золоте. Масло меняли нечасто, и оно вот таким лаковым налётом отложилось. Но износа на кулачках и следы гуталина мы не наблюдаем. В приводе клапанов двигателя Cryster 2.4 нет гидрокомпенсаторов. Здесь установлены тарельчатые толкатели клапанов. Поэтому при замене цепи ГРМ настоятельно рекомендуется проверять тепловые зазоры. Номинальные зазоры для впускных-выпускных клапанов 2.3 мм. Регулировка зазоров здесь происходит самым неудобным способом. Да, речь идёт о подборе толкателей правильной толщины, но для этого для начала надо измерить существующие тепловые зазоры, рассчитать правильную толщину новых толкателей, затем снять распредвалы и поставить новые толкатели. Когда тепловые зазоры уменьшаются, как правило это происходит на стороне выпускных клапанов, то мотор начинает работать с пропусками зажигания. Также наблюдается снижение компрессии. Это происходит из-за того, что выпускные клапаны перестают плотно прилегать к своим сёдлам или прогорают. Кстати, при снятии распредвалов, а именно откручивание крышек планок в неправильной последовательности, очень легко сломать общую планку, которая прижимает распредвалы спереди. С годами эксплуатации на двигателе Chrysler 2.4ED3 могут появляться ошибки по рассинхронизации распредвалов P0016 и P0017 по впускному и выпускному распредвалу соответственно. Также могут появляться ошибки P000A и P000B, которые говорят о медленном отклике распредвала. В большинстве случаев проблема кроется в отказе соответствующего соленоида, который управляет фазовращателем. Оригинальные клапаны стоят $90 и $120. Впускной на сегодняшний день немного дороже, но есть заменители, которые в 2-3 раза дешевле, но их качество сомнительное. Однако ошибки по распредвалу могут возникать и из-за растяжения цепи ГРМ. Поэтому в ряде случаев замена электромагнитных клапанов вопрос по рассинхронизации не решает. Рекомендуем купить «БУ-клапан» и установить его, чтобы понять истинные причины рассинхронизации. Добавим, что аналогичные соленоиды для моторов объёмом 2.4 Mitsubishi и Hyundai стоят дешевле, но они не взаимозаменяемые, потому что есть отличия в золотниковой части. В приводе ГРМ двигателя 2.4 Морзе используется пластинчатая цепь. Сразу отметим, что сама цепь, направляющая и гидронатяжитель здесь взаимозаменяемы. На моторах объёмом 2.4 литра для Chrysler, Dodge, Hyundai и Mitsubishi эти детали одинаковые. Кстати, оригинальная цепь Chrysler втрое дороже, чем оригинальная цепь Hyundai и Kia. Цепь ГРМ приходится менять при постоянной рассинхронизации валов. На растяжении цепи может сказать выход штока гидронатяжителя на длину более 20,5 мм. Диагностическим сканером можно более точно оценить несоответствие положения распредвалов и коленвала. Все необходимые метки ГРМ присутствуют на шкивах и на самой цепи. Для замены цепи ГРМ надо выставить поршень первого цилиндра в положении верхней мёртвой точки. Метки на шкивах должны смотреть друг на друга вдоль горизонтальной линии. Дополнительно надо проверять соответствие трёх пар меток на шкивах и на самой цепи. Сейчас мы не можем выставить метки и показать вам соответствие, потому что двигатель у нас в серьёзном клену, поэтому мы его и разбираем. Аналогичным образом выставляется положение цепи маслонасоса. Это надо для синхронизации балансирных валов относительно коленвала. Для этого на шкивах и цепи есть две пары меток. После замены цепи крышку ГРМ надо поставить на герметик. Не забудьте поменять сальник коленвала, который в ней установлен. Цепь ГРМ служит примерно 200 000 км. Не надо затягивать с её заменой, потому что она может сильно повредить зубья на шкивах. Также известны случаи перескока этой цепи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда поздние двигатели ED3 огорчают пробиванием прокладки ГБЦ, что сопровождается утечкой охлаждающей жидкости наружу. В ряде случаев газы попадают в систему охлаждения и бурлят в расширительном бачке. Если говорить о состоянии, то следов ударов мы не видим, прогоревших клапанов тоже не видим. Видим только следы масложора. Если посмотреть вот с этой стороны, то видим износ опор распредвалов. Блок алюминиевый, открытая рубашка охлаждения. Если говорить о состоянии, то поршни в нашем случае не двигаются. Следов задиров и перегрева мы не видим. Хон приличный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все 2,4-литровые двигатели, Chrysler, Dodge, Mitsubishi и Hyundai оснащены маслонасосом с балансирными валами. Только на корейских моторах наблюдается проблема, которая приводит к масляному голоданию в шатунных шейках. То есть в большинстве случаев именно корейский мотор задирает шатунные вкладыши, в то время как клоны из Америки и Японии этим не страдают. У нас двигатель залюблен хозяином. Мы наблюдаем износ на вкладышах балансирных валов, но очень сомневаемся, что это могло привести к голоданию к масляному в шатунных шейках. Вы спросите, какая связь? А вот именно из-за износа здесь наблюдается утечка масла и из-за этого страдают шатунные вкладыши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если этот обзор смотрят владельцы Hyundai и Kia с 2,4-литровым клоном этого мотора, то наверняка они захотят услышать о стуке поршней и задирах. Но в этом обзоре мы скажем следующее, что мотор ED3, который собирался на заводе в Мичигане, никаких проблем со стуком поршней и задирами не имеет. Можно ли на место пострадавшего корейского мотора установить американский ED3 или японский 4B12? Можно, но в случае творческого подхода, потому что есть различия в креплении на блоке цилиндров под навесное оборудование, а также на колоколе коробки передач. А у нас тут очень интересная детективная история. Обратите внимание на то, что поршни покрыты нагаром. Все поршневые кольца намертво закоксованы. И, скорее всего, пока этот мотор ехал к нам на склад на разборочку, поршни просто прикорели к цилиндрам. Потому что тепловых прихватов мы нигде не видим, а вот эти царапины появились во время выбивания поршней. Также мы видим, что мотор пытались реанимировать. Все вкладыши заменены. Они были реально новыми, но уже видны царапины от загрязнённого масла. И самое интересное мы видим на крышках шатунов. Здесь был явно проворот всех четырёх вкладышей. Такое, скорее всего, произошло из-за того, что на этом моторе годами не меняли масло. Если говорить о состоянии коленвала, то его вряд ли ремонтировали и на всех шейках видны борозды. Верхние коренные вкладыши тоже были заменены. Кому интересно, в блоке нет маслофорсунок. А зря. Ну что, разборка закончена. Сегодня мы разобрали 2,4-литровый атмосферник, который, по крайней мере, в американском исполнении на американских автомобилях надёжен и на капремонты не напрашивается. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».